Вся наша жизнь – это череда событий, сменяющих друг друга, подобно кадрам киноплёнки. День за днём фильм продолжается, а зрители ничего не подозревают. Каждый из нас имеет своё представление об окружающем его мире, свой взгляд на вещи, события и поступки, как других людей, так и свои собственные. Наша жизнь состоит из тысяч мгновений, именуемых опытом, и всё, что нас окружает, в конечном счёте и есть мы. Музыка, книги, фильмы, наши увлечения, друзья и враги. Каждый элемент окружения способен поведать о том, кто мы есть на самом деле. В этом ролике я хочу рассказать вам о фильмах, которые повлияли на моё мировоззрение на разных этапах моей жизни. На мой взгляд, кинематограф – один из сильнейших манипуляторов человеческим сознанием. Это визуальная пища, и от её качества напрямую зависит психическое состояние человека после просмотра. Любое произведение есть плод человеческой фантазии, основанный на его восприятии мира и личном опыте. На подсознательном уровне мы впитываем идеи, посыл и мысли авторов. Именно поэтому стоит подходить к информации очень внимательно и осторожно. Первой картиной, которая по-настоящему оказала на меня влияние, стала «Американская история Икс». Я посмотрел этот фильм, будучи подростком, именно в тот период, когда человек максимально подвержен влиянию со стороны социума и вовлечён с ним в тесный контакт. Я был студентом и, как следствие, контактировал с огромным количеством людей разных этнических групп, вероисповедания, различных движений и субкультур. Сам фильм рассказывал историю молодого лидера скинхедов по имени Дерек Виньярд, которого блестяще сыграл Эдвард Нортон, и его младшего брата Дэнни, которого сыграл Эдвард Фёрланг. По сюжету Дерек попадает в тюрьму за жестокое убийство, будучи совершенно уверенным в своей правоте, в то время как младший брат, испытывая восхищение в отношении старшего и восторг к его идеологии, попадает под влияние группы националистов и свято верит в их идеи. Но после окончания тюремного заключения Дерек становится совершенно другим человеком. Он понимает, что вся его прошлая жизнь была страшной ошибкой, а всё, во что он свято верил и чтил, — лишь слепая ненависть. Пытаясь уберечь от такой судьбы младшего брата и уйти от прошлого, ему придётся пойти против всего, что он когда-то строил годами. А как известно, система не прощает ошибок. Чтобы вы понимали, в тот период мои взгляды были радикальны, и этот фильм смог немного остудить мой пыл. Чем старше я становился, тем тщательнее я фильтровал потребляемую мной информацию, круг общения и свои действия. И главный урок, который я усвоил — никогда не идти на поводу чужих идей и взглядов. Вы никогда не задумывались об иллюзорности этого мира? Миллионы людей в вечной борьбе за место под солнцем. Желание доказать своё превосходство. Купить лучшее. Быть лучше. Оставить свой след. Это бесконечная гонка. Порочный круг. Но стоит выйти на улицу ночью, когда все спят, и ты почувствуешь лёгкость и умиротворение. Всё пустое и не имеет ни малейшего смысла. Мир живёт, и ему наплевать, сколько у тебя подписчиков, сколько ты зарабатываешь и автомобиль какой марки ты водишь. Всё это лишь иллюзия. Несложно догадаться, что сейчас речь идёт о Матрице. Культовый фильм братьев Вачовски. В главных ролях Киану Ривз, Кэрриан Мосс, Лоуренс Фишборн и Хьюго Уэллес Уивинг. Фильм вышел в 99-м году, и тогда я совершенно не понял, о чём он. К тому же, качество пиратской кассеты оставляло желать лучшего. Кто бы мог подумать, что спустя годы фильм станет для меня откровением, и дело будет далеко не в спецэффектах. Полноценная жизнь во сне. Иллюзорный выбор. Реальность, которой нет. Из всех фильмов, что я видел, Матрица отличается невероятной глубиной, и каждый найдёт здесь что-то своё. Меня всегда мучил вопрос, что не так с этим миром? Почему одни люди проводят жизнь в поисках ответов, в то время как другие безразлично следуют по течению? Почему великие открытия и величайшие умы тонут под слоем грязи, коррупции, разврата и тупости? А главное, что нас всех ждёт за финальной чертой? Конечно, фильм не даёт ответов на эти вопросы, но после просмотра оставляет удивительное чувство гармонии и порядка. Как будто теперь всё на своих местах. Я ни слова не скажу о сюжете, потому что лично знаю людей, которые его до сих пор не смотрели. Не сомневаюсь, их день ещё настанет. Слушай, ну что за бред ты несёшь? Ты хоть сам себя слышал? А вы знаете Тайлера Дердена? Первое правило клуба – не упоминать о бойцовском клубе. Второе правило клуба – не упоминать нигде о бойцовском клубе. И если вы смотрите это видео, то кто-то явно нарушил правило. Для меня бойцовский клуб стал настоящим откровением. Благодаря этому фильму я открыл для себя творение Дэвида Финчера, ныне одного из моих любимых режиссёров, а также Чака Павланика – писателя, благодаря которому я написал свой первый рассказ, и чьи книги я читаю с упоением. Я имел опыт общения со слепцами, которые не понимают ровным счётом ничего из происходящего в фильме, и психопатами вроде меня, что исследовали каждый дюйм этой ленты. Одинокими безлюдными ночами, когда твой мир сжат до пределов крошечной комнаты, и я погружался в мир Тайлера. Лишь утратив всё до конца, мы обретаем свободу. Свобода – есть утрата всяческих желаний. Дойти до последней черты – вот что важно. Мы нежеланные дети Господа. Я знаю это, потому что это знает Тайлер. Слова Тайлера срываются с моих губ. Во время моей первой встречи с Тайлером я бросил фильм на третий. Я был в состоянии изменённого сознания, и на второй день не помнил ровным счётом ничего. Поэтому начал просмотр сначала. Удивительно, как случайная встреча порой меняет твою жизнь безвозвратно и бесповоротно. Позвольте вам кое-что рассказать про Тайлера Дердена. Сюжет крутится вокруг офисного клерка, который ненавидит свою работу, ненавидит свою никчёмную жизнь и ненавидит себя самого. Он живёт по расписанию, мучается бессонницей и посещает анонимные группы поддержки. Но после встречи с одним человеком его жизнь уже никогда не станет прежней. Блестящая актёрская игра Брэда Питта и Эдварда Нортона вкупе с закрученным сюжетом Чака Паланика оставила навсегда след в моей памяти. И только лоботомия способна его стереть. При условии, что хирург не допустит необратимую врачебную ошибку. И остаток своей жизни я проведу бездвижным овощем. Нет, рассказать об этом фильме словами невозможно. Это нужно видеть. Бойцовский клуб входит в пятёрку лучших фильмов, которые я когда-либо видел в своей жизни. И которые я никогда не забуду. Каждый раз, когда я чувствую, что всё идёт под откос, я включаю Бойцовский клуб. А на сегодня на этом всё. Если вам понравился этот ролик, вы знаете, что делать. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok